Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, следовательно воскресенье, мы общие майсы. Я хочу историю рассказать одну. Не все знают историю, как происходило все в Израиле. Когда создано благостарство Израиля, ни одна страна его не поддержала. Арабы решили уничтожить Израиль, в котором жили почти все выходцы из концлагерей, не державших в руках оружие. И созданию и организации, и отстаиванию Израиля помог Советский Союз. Через Чехословакию было поставлено вооружение. И хотя все страны старались, чтобы Израиль уничтожили, Советский Союз, который считал, что будет создан форпост против капитализма в лице Израиля, помог ему. Сталин поставил такую ставку. И вы знаете, в Израиле очень много коммунистической направленности было, компартия, было много всего. И в конце, что произошло, то произошло. Сталин чуть не уничтожил евреев в 1953 году. То есть, когда мы понадеялись на что-то, кроме Бога, получилось как получилось. Это не все. Сегодня многие говорят, что Израиль владеет ядерным оружием. Мы не знаем этого. Но знаем и другое. Что в 1960 году одна единственная страна в мире помогла Израилю построить ядерный редактор в Димоне. Это была Франция. В то время как Соединенные Штаты занимали совершенно другую позицию. Был Джон Кеннеди президентом, который, с одной стороны, улучшал отношения с еврейским государством, а с другой стороны, превратил их в особые отношения. Только требовал, чтобы не было ядерного оружия. Он сказал, что должны допустить инспекторов американских на объект. Давило на правительство. В результате, во вторник, у него был такой последний разговор с премьер-министром Бен-Гурионом. Он потребовал, чтобы Израиль согласился на почти еженедельные визиты инспекторов американских Бен-Гуриона. Он не смог этого подписать и ушел в отставку, и вообще ушел из политики. Тем не менее, что бы ни делали американцы, французы помогли. И то, что произошло, то произошло. Но интересная вещь. Во Франции в то время происходили культурные вечера. Франция стала новым жопелом таким. Все, Франция, Франция. Через несколько лет произошло другое событие. Правительство Франции, которое в ту пору возглавлял Шарт де Горь, отменило договор о продаже военных самолетов властям Израиля. Но это не все. Они сказали, что и деньги, которые заплатило в то время колоссальные деньги государство Израиль французам, не вернут. Это было очень удивительно, потому что Франция вроде как была просвещенная государством. И мы все тут были французские вечера, французские дети, там все. Мы молились на Францию. И произошло то, что произошло. После этого была Америка. Америка очень много помогла Израилю. Действительно, большие про-израильские силы, которые работали в Америке и продолжают в некотором, совсем меньше, но продолжают, очень помогли. И что мы имеем теперь в результате? В результате мы имеем государство, которое заставляет нас создать палестинское государство, которое требует, чтобы вводят санкции против поселенцев, которые требуют отдать половину Иерусалима. То есть неизвестно, кто становится большим врагом. О чем это все рассказывает? Это рассказывает очень простую вещь. Когда мы выбираем себе какого-то другого бога, когда мы начинаем молиться на Чехословакию, на Польшу, на я не знаю что, это сразу переворачивает в другую сторону. Нет другого надежды, нет другой опоры для человека на земле, кроме Бога. Вот об этом нам рассказывают и Тора, и история. Мы вот эту историю не просто так рассказываем. Это связано с тем, что как только надежда глупая, тупая, я бы сказал, надежда на кого-то, мы получаем то, что получили. Поэтому сегодня в этой, в общем-то, непростой ситуации надо понимать, что у нас есть одна важная, серьезная и, если хотите, ну, правильная надежда. Мы должны увеличивать работу с духовностью. Мы должны не думать, что нам поможет кто-то там Вася, Петя, Коля там или еще кто-то. Нам никто не поможет, кроме нас. Бог так создает ситуацию в жизни человека, чтобы человек сам мог помочь себе, поверив в Бога, поверив в то, что наверху есть хозяин мира, еще и отец. Поверив в то, что наверху есть тот, кто, увидев наши усилия, обязательно сделает все, чтобы пойти навстречу. Но надо что-то сделать. Надо не просто сказать, что вот я верю в очередного там идола, а поверить. Брахава от слаха, всего самого лучшего.